Мы вышли на связь с Игорем Викаренко, который был более чем любезен в последнюю минуту заменитель Градия Гудкова. Огромное вам спасибо за это, Игорь. Вы просто милейший души человек. И не только поэтому, а в целом спасибо вам. Здравствуйте. Здравствуйте, Питер. Рад вас видеть. Вы, как всегда, из самой горячей точки планеты, я так вижу. Из самой горячей точки, да. Предпоследний день Всемирного экономического форума в Довосе. Много всего интересного произошло, и об этом будем говорить чуть-чуть позже. Но вот я сейчас только что, до вашего включения, Игорь, упомянул, что пока мы здесь обсуждаем формулу мира Зеленского, тут в Довосе, российская сторона предложила свою, лицей Дмитрия Медведева, предложила некую такую мирную формулу Медведева, которая заключается в войне. Сколько бы это ни стоило, сколько бы это времени, 10 лет, 15 лет и так далее, 50 лет у нас такая вот, собственно. Цифра, выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью жизни, мы добрысь по украинцам, говорим в Довосе, выберет, в конечном счете, жизнь, поймут всю жизнь в большом общем государстве, которое сейчас не сильно любят лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы создает это, тем лучше. То есть, собственно, такое, вы знаете, непрямое послание Довос, куда, где уже не ждут российскую делегацию, что как бы вы там ни старались, мы вас пересидим. Правильно я понимаю? Да, безусловно. Ну, скажем так, я бы только глагол «пересидим» заменил более коротким и более ясным глаголом «убьем». Мы вас убьем. То есть, на самом деле, именно это. То есть, никто ни с кого не собирается пересиживать, а просто собираются убить. Убить всех украинцев, потом убить всех латышей, всех литовцев, всех эстонцев, всех немцев. Ну, короче говоря, убить всех, собственно говоря, именно это сейчас и пытается растолковать Западу Путин, Медведев, российский телевизор, Государственная Дума, Совет Федерации, Федеральная служба безопасности и все другие институты вот этого вот российского... Там ни государства, к сожалению, государства в России сроду не было. Никогда. Вот. Всегда была какая-то структура мафиозная. Сначала КПСС, потом, так сказать, гибрид между... смесь между ФСБ и криминальными структурами. Но вот это все посылает ясный, по-моему, понятный короткий пример, при привет Давосу. Мы вас всех убьем. Вот весь этот Давос, все, что сегодня представлено в Давосе, Россия посылает ясный и короткий сигнал. Мы вас всех убьем. Обязательно. Ну, если сможем, конечно. Но вот а смогут они или нет, это уже зависит от Давоса. Я думаю, что так. Не просто убьем, а убьем и самоубьемся. Это российская пропаганда. Еще до начала штаба отторжения, помните этот ядерный пепел Киселева, Дмитрия, о том, что зачем, нафига нам этот мир, где нет места России. Знаете, вот даже этот эсхатологический такой миссионерский Иран, собственно, не доходил до этого. То есть Иран, несмотря на всю свою риторику, рассматривается, ну, как бы, это тяжко сказать так, но более рациональным игроком, чем Россия, которая сейчас телеграфирует этот месседж, что мы готовы пойти на уничтожение всего человечества, соответственно, и нас вместе взятых. Ну, Иран спасает то, что Иран возглавляют воинствующие безбожники. Они просто в Бога не верят. Поэтому, так сказать, они не верят в то, что и у них там будет какая-то загробная жизнь. И поэтому, когда, значит, там Соединенные Штаты Америки уничтожают Сулеймани, то они трясут бородами, грозят, но ничего не делают. И когда вот недавно Израиль уничтожил ближайшего соратника Сулеймани, то тоже были угрозы, но ничего не делали. Просто потому, что они понимают прекрасно, что самоубийством кончать они не собираются. Они очень ценят жизнь. Просто потому, что не верят в загробную жизнь. Это, кстати, огромное достоинство нынешнего теократического режима, что его возглавляют неверующие люди. Это очень хорошо. Это один из немногих плюсов сегодняшнего иранского режима. Что же касается России, то России повезло меньше. Россию тоже возглавляют абсолютно неверующие люди, но они абсолютно невменяемы в этом проблеме. Игорь, сегодня на украинском завтраке, который был организован традиционно фондом Виктора Кирчука, выступал президент Латвии и также его министр на стороне дел Литвы. Они в унисон говорили о том, что да, они должны готовиться к возможной агрессии со стороны России. И министр Александр Литвы сказал, что он просто привел цифры, сколько хаймарсов, сколько патриотов, сколько танков в Польше. Это в 10-20 раз больше, чем то, что было дано Украине. Он говорит, что это дает понять, какой масштаб должен быть у каждой одной из этой страны, с тем, чтобы быть готовой к возможной агрессии со стороны России. То, что было дано Украине, увы, даже не соответствует максимум 10-й доле того, что Украина должна была получить, чтобы отражать агрессию от второй самой большой армии мира. И вот свежее в этом контексте заявление Путина о том, что политика Латвии и Литвы и Эстонии по отношению к россиянам напрямую затрагивает безопасность страны. То есть они, оказывается, грозят России, а не наоборот, и призваны обеспечить повод для возможного нападения на этого государства. Вот это уже анализ инфектора изучения войны. В отчете говорится, что Кремль давно пытается создать информационный фонд для будущей эскалации против стран Балтии под предлогом защиты своих соотечественников. То есть то, что произошло в Донбассе, похоже, ситуация наблюдалась и при вторжении России в Украину. Вы видите какие-либо вообще шаги со стороны этих стран балтийских, которые могли бы по-настоящему провоцировать Россию? Есть ли хоть там то ли как бы-то правды? И действительно ли вы считаете, что Путин готов пойти на такие активные меры наподобие того, что происходило в Донбассе в 2014 году? Ну, знаете, я думаю, что это два разных вопроса. И на первый вопрос у меня есть абсолютно ясный ответ. Здесь нет никаких сомнений, что, во-первых, никто, конечно, никого не провоцирует. Никакой угрозы со стороны стран Балтии. Конечно, ну это смешно даже подумать, что, ну просто надо на карту посмотреть и представить себе, что страны Балтии угрожают России. Это, ну вот, ну просто это карикатурное высказывание. Чего стоит то, что Путин, например, воспринял как угрозу, угрозу, национальную угрозу российской безопасности, когда выслали одного пенсионера, значит, россиянина, значит, одна из стран Балтии, выслала его за то, что он представляет какую-то, ну, определенную опасность для этой страны. Она просто депортировала его. Это Путин заявил о том, что вот сама эта высылка этого россиянина на территорию России, она представляет угрозу национальной безопасности. То есть Путину не нужно никакого повода для того, чтобы напасть. То есть, ну, Путин, собственно говоря, какой был повод нападения на Украину? Ну, давайте просто разберемся. Какой был повод? Никакого абсолютно. Никакого абсолютно повода Путина не нужно для того, чтобы на кого-то напасть. Так что здесь вопросов нет. А вот что касается вероятности нападения, Вы знаете, я все-таки, ну, как бы, я придерживаюсь вероятностной картины мира. Считаю, что мы живем вот в вероятностном мире. Почему? Потому что будущее не предопределено. Нет никакого гарантированного, ну, за исключением того, что, значит, на следующий день, скорее всего, солнце появится, а потом будет ночь. Вот кроме таких вот очевидных вещей, ничего другого, предопределенного нет. Все зависит от действий. Если, значит, будет расслабуха, если будут происходить какие-то вот такие вот действия, когда Украине не будут давать оружие, Запад и Европа в целом будут расслаблено ждать и рассчитывать на то, что Путин никогда не нападет, рассчитывать на то, что... Ну, вот как мы с вами уже говорили, я как бы прибегал к такому термину «фукуямовщина», когда, значит, полная расслабленность, убеждение в том, что какой-то период опасностей, агрессии, силового решения проблем ушел в прошлое и на сегодняшний момент восторжествует только, так сказать, любовь и гармония и останется только бороться с такими проблемами, как ожирение, дефицит физкультуры и так далее. Но в этом случае, да, действительно, Путин может напасть. Но если все-таки Европа будет беспокоиться о создании вооружения, если Европа будет беспокоиться о том, чтобы создавать вот этот вот армейский кордон из войск НАТО, как было принято решение на одном из саммитов НАТО, создать вот эту группировку, трехсоттысячную НАТО, которая должна стоять на границах с Россией, тогда, конечно, Путин не нападет. Это гарантия. Путин все-таки, он, конечно, безумец, но мыло он не ест. И поэтому, если будет группировка из трехсот тысяч американских, немецких, английских солдат, которые будут стоять на границах России, Путин не нападет. Он прекрасно понимает, чем кончаются столкновения со странами НАТО. В Сирии он попытался силами самой своей боеспособной группировки, ЧВК-Вагнер, столкнуться с американцами. До сих пор молекулы вагнеровцев ищут в сирийских пускопесках, никак найти не могут. Поэтому я думаю, что вот такая вот, так сказать, готовность к отражению агрессии, она создает полную гарантию того, что агрессии не будет. А с вами согласны, кстати, аналитики в своем заключении в этом отчете изучения войны. Они не видят, что капризм, потому что попадение России на страны Балтии является неизбежным или произойдет в ближайшем будущем. Пан Игорь, вы понимаете, я разумею эту инфраинскую мову? Не очень хорошо, не очень хорошо, я... Не очень хорошо, хорошо, тогда я вкратце, да-да-да, я вкратце, да, простите, вы сказали, вы находитесь... Я нахожусь в процессе изучения украинского языка, но пока еще далек от завершения. Сам Бог велел с таким истинно украинским, истинно украинской фамилией, как у вас, под Игорь. У меня была возможность вчера задать вопрос с Эммануэлем Макрону, как раз по поводу вопроса гарантии безопасности, по тексте членства Украины в НАТО. Могут ли заменить вот эти все отходы, то есть двусторонние соглашения, которые сейчас подписываются между Британией и Украиной, и также Францией? Потому что Путин дал понять, что для него это истинальный вопрос, а у НАТО формула такая, откуда Украина завязана в этой войне, а членов НАТО она стать не может. Это, соответственно, мотивирует Путину продолжать войну вечно. И вот я задал вопрос, мы не видим такой вот логической ловушки для нас, как вообще, какие выходы из этой ситуации могут быть. Давайте посмотрим, как это было. Что до возможного вступа Украины до НАТО, мы знаем, что Володимир Путин вважается для себя неприятным. И в НАТО тоже заявили, что, доки тривая война, Украина не сможет стать членом Альянсу. Таким чином, чи даете вы цим Путину формулу для бесконечности войны? Бои, доки война тривая, Украина не приеднается до НАТО. Как обойти эту складную проблему? Вибачте, я не дуже добре розчув питання, бо тут эхо, але, сподіваюсь, ви мене чуєте краще. Дивіться, справді, НАТО зробило таку заяву, ви праві. Але я вважаю, що те, що ми почали робити разом з НАТО, було дуже важливим і принесло чимало користі Україні, оскільки у нас є сильна координація між членами НАТО і не тільки. Тому те, що ми запропонували, це, щоб ключові члени НАТО уклали з Україною двосторонні угоди, які би стали гарантіями безпеки. І це пов'язано, і не залежить від процесу вступу до НАТО. Прем'єр-міністр Британії Сунак уже недавно здійснив поїздку і підписав таку угоду. Ми зараз завершимо узгодження такої ж угоди з Україною. Дуже важливої угоди. Так, ви праві щодо повноправного членства України в НАТО, але це теж в певному розумінні важіль тиску на Путіна. Але паралельно в той же час всі двосторонні гарантії безпеки разом з іншими зусиллями будуть допомагати Україні. Ну, можливо, контур і атліта ви поняли, пан Ігор. Менікається, що, з однією, не можна не приєднути таку позицію Франції, з чим її можна сравніть, да, якщо там, з розмінитися з позицією до полномостійного втаження. Але, опять-таки, ми зараз говоримо о зовсім другому мірі. Макрон об'явив, що він збирається приїхати в Київ, і що, можливо, підписують нещо подобне, що було підписано між Києвом і Лондоном, але, опять-таки, не пітається вони наші западні підписуються з'їхати з цієї теми, тому що ми ж розуміємо, що немає заміни полноправному полноправному членству України в НАТО. Ви знаєте, Питер, у мене немає уверенність в тому, що ці двустороннією соглашення, вони намного хуже, членство в НАТО. І я зараз попробую объяснить, чому. Я не знаю, скільки у нас воні в нашому включенні, але я коротко можу сформулировати свою точку зрения. Ізраїль не є членом НАТО, согласились, да? Але благодаря, так сказати, вот цим сторонним відношенням з Соединеними Штатами Америки, він чувствує себе достаточно уверен. Він чувствує постоянно плечо Соединеними Штатами Америки, і цього достатньо для того, щоб ощущать свою защищенность. Конечно, Ізраїль в основному полагається на свої вооруженні сили, і на свої народ, але все-таки підтримка Соединеними Штатами Америки 100% і она відчищається. Я думаю, що якщо Україна, зрозуміє, що вероятність вступлення в НАТО близько к нулю в ближайшому часі, навіть всі це розуміється. Але якщо Україна зараз буде заключати такі відношення, такі соглашення, відповідність у Соединенних Штатах Америки з Ізраїлем, з Великобританиєю, з Францією, з Германією, з Странами Скандинавії, Балтии, ну і хоча б... Я думаю, що це буде в цій степені все-таки, ну, якась-то неплохая замена членства в НАТО. То есть, по крайней мере, ну, вот, мне кажется, що Ізраїль, в общем-то, не чувствує себе обделенним от того, що він не входит в состав НАТО. Вполне достатньо підтримки Соединенних Штатів Америки. Вот такой вот. І я думаю, що, якщо Україна пойдет по такому пути, то її безпецість существенно розрастет. Да, це оптимістична інтерпретрація того. Ну, і вот, післяння тема вже. Немного з іншої пісні, але, опять-таки, учити, що це дуже важна тема, то, що щось відбувалося в Башкириї. Давайте все-таки закінчимо це. А це, що там щось відбувалося, судя по всьому, удалось подавити там потенциальне восстання. І в Кремле щось говорять, що приготувалися накрутити Путину 70% голосів на выборах в Башкортостане после цих массових протестів. Таку задачу, судя по всьому, власне поставили силовикам в контексті цих прокатившихся в Башкири протестів. Ви, по данному стосчика Гвердзки, силових стокурок, восточного правоохранителя изучають ситуацию с массовими митинами і іщуть чаты, каналы, ватсапі, телеграмі, які по мене властей могли скоординировать акції протеста. Що так бесследно це все і пройдет, і, може, десь обернеться в минус то, що відбувалося в Башкириї. Як ви вообще видите всю цю ситуацію, то, що відбувалося, і які можуть имати ці последствия? У мене совершенно другое взгляд на цю ситуацію. У мене був большой часовой стрим з одним із руководителем національно-освободительного движення башкирського народу. Якраз, що знаходиться в гуще событий. І це, десь, національно-освободительне движення башкирського народу, котре нікуди не делось, нікуди не денеться. Да, вони можуть, конечно, разгромитися ціх 10 тисяч протестуючих, тому що вони безоружні, вони дышками кидалися в ціх вооруженних громіл. Понятно, що безоружний народ можна раздавити, подавити, посадити в тюрми. Але це національно-освободительне движення башкирського народу, а не що-ніпід. Так, це движення поки не настроєно на підтримку, на прекращення війни. І, відповідно, відповідно, вони не настроєні зараз на підтримку. Це підтримка України, але це протестне, яке було зараз в цьому місті. Але в цьому, це національно-освободительне движення башкирського народу, і не тільки башкирського, і татарського народу, і калмыцького народу, і других, Оно существує. Оно как, понимаете, оно как вот такой вот торфяной пожар под землёй тлеє. Потому що вырваться наружу пока ему не дають. Вот эти вот сотні тысяч вооружённих громіл, которые настроены на підтримку. Це та самая внутрення армия, которая нацелена на підтримку протестного движення. Але оно нікуди не делось. Нікуди. На самом деле народи, вот эти вот многочисленні народи России, ну, за некоторыми исключениями, почти все, вони настроены на выход із России. Це не какой-то там, так сказати, протест, значит, по поводу там, языка или ещё чого-то. Це движення на выход із России, на создання самостоятельних государств. Просто надо это иметь в виду. Так было в Татарстане, когда две трети татарстанского народа проголосовали за выход із состава России в 92-м году. Так было в Чечне, когда две чеченские войны были посвящены. Чеченский народ ввёл национально-освободительную войну за выход із состава России. Примерно такая же была ситуация в регионах России, когда народы хотели выйти. Но империи удалось сохраниться, империи удалось, что называется, нанести ответный удар, и она пока сохранилась от распада. Но как только будет нанесено серьёзное поражение военное, причём не просто военное поражение, а как только произойдёт какой-то серьёзной потери ключевой территории, а такой территорией может быть Крым. Потому что с Крыма всё началось, и Крымом всё закончится. Я думаю, что Кащеева игла, значит, гибели путинского режима находится в Крыму. Как только Крым будет деоккупирован, пойдёт распад Российской империи. На сегодняшний момент вот то, что произошло в Башкортостане, это маленькая капелька того протеста, который зреет у народов России. Пока этот протест, вот он находится в таком подземном состоянии, в состоянии такого торфяного пожара, который, так сказать, полыхает под коркой внешней покорности. Не имеет никакого значения, какой будет процент голосования за Путина или псевдоголосования. Да нарисуют 100%, где угодно. Не имеет ни малейшего значения вот эти проценты. Последнее, что я хочу сказать. Помните, какой был рейтинг у Чаушеского накануне того, как его, так сказать, расстреляли? Да. Ближе к 100%. И даже его супруга кричала, когда их тащили на расстрел, она кричала, ну что вы делаете? Я же вам была как мать. Ответ на это ей сказали. Ты считаешь, что ты была мать, ты убивала наших жён и матерей. Вот, то есть, под коркой вот этого путинской стабильности полыхает глубокая ненависть этих народов к своим поработителям. Это просто реальный процесс, который происходит сегодня в России. Иногда даже не очень осознанно. Вы слышали прогноз Игоря Ковенка, смелый прогноз, друзья. Знаете, что там, да, глубоко в торфе этот огонь продолжает лететь и разбираться. Игорь Ковенка, спасибо большое, что смогли присоединиться к нам. Игорь, дякую. Спасибо. Удачи вам. Спасибо.